Ребят, всем привет! Меня зовут Андрей, вы на канале Underplay И сегодня в выпуске речь пойдет о топ 10 играх, которые уже вышли и которые еще выйдут в свет Так что не будем тянуть кататься яйца, устраивайся поудобнее, заваривайся пельмешки, наливай чайок И погнали смотреть! Субтитры сделал DimaTorzok Саски из Наруто, который может одним взмахом бить по армии Здесь Саски репортер, который каким-то чудом оказался в заброшенном исследовательском центре, расположенном в пышном лесу в Японии Стоит отметить, что в игре приставок как зимний, так и летний сезон Все зависит от того, насколько высоко герой будет забираться по горам, а значит будет меняться и пейзаж Геймплей идеально подойдет для тех, кто устал от однообразных шутеров про зомби и тому подобного Игровый процесс способен подарить исключительно положительные эмоции, а игра способна затянуть в игровой процесс на долгие часы Основная задача игры, конечно, заключается не только в том, чтобы найти выход и выжить в этом суровом мире динозавров Ну и добраться к тому самому выходу целому и невредимому Верным путем будет, конечно, поиск лодки, которая может добраться на тот берег удачно Так, все, ладно, без спойлеров Да, кстати, помимо вышеперечисленного нас ждет яркое музыкальное сопровождение Все-все, молчу Скорн – это атмосферный survival horror Как заявляют авторы, Скорн – это атмосферное приключение от первого лица Которое строится вокруг идеи о том, что игрок попадает в незнакомый мир и узнает его правила сам Локации можно исследовать в свободном порядке Для каждого места готовится своя тема Из головоломки, персонажей, навыки, оружие и прочие вещи, помогающие преодолевать преграды События игры разворачиваются в кошмарной вселенной, в которой материя принимает самые причудливые формы В основе Скорн лежит идея быть выброшенным в мир, изолированные и потерянные в нем игроки Будут исследовать связанные между собой области в нелинейном прохождении Скорн привлекла к себе внимание еще, кстати, в 2016 году, когда проходила Steam Greenlight А в 2017 она уже отправилась на Kickstarter Срок релиза постоянно сдвигали, поэтому планок было разделить игру на две части и выпустить первую Еще в 2017, а, например, вторую в 2020 Говорили о старте в 2021 году Такие вот дела Я не хочу всю жизнь прятаться в этих лесах Я должен пойти и узнать, кто я, кто такой Локи И я не позволил тебе тратиться с богатой Гуту Вар Рагнарог Это один из самых ожидаемых эксклюзивов Sony Я надеюсь, что я такой не один, который с нетерпением ждет продолжения истории Кратоса и Атрия Готовясь к драке с Фреей Тором Я сейчас не буду рассказывать про сюжет первого Гуту Вары, бо я думаю, кто его проходил, тот поймет, о чем идет речь Кстати, если не играл, то отмечай ниже в комментах, почему все еще не заценил Так вот, действие игры развернется через несколько лет после Гуту Вар 2018 года Атри по сюжету размышляет о том, кем он мог бы стать О роли Локи в нарастающем конфликте Юноша не собирается оставаться в стороне В то время как решается судьба девяти миров Но в то же время хочет не навредить своей семье Если он жив, мы должны его найти Кратос же, в свою очередь, стремится уберечь сына от ошибок Которые когда-то совершил он сам, сражаясь с богами Бальдер же был безумцем, который с детства не знал ни воли, ни эмоций Он искал драки с Кратосом, чтобы почувствовать себя живым Увы, каждый, кто встает на пути великого спартанца, неизбежно погибает Сын Фрейя был не исключением Вот только никто не знал, что гибель бога станет предвестником больших бед Кратос изменился со времен Гуту Вар 3 Когда его действия привлекли к гибели миллионов смертных Теперь он стал куда спокойнее и рассудительнее Да и обычным людям зла не желает Поэтому вместе с сыном он теперь пытается предотвратить Рагнарёк В Гуту Вар Рагнароку для исследования будут открыты все 9 миров Такие как Ванахей, Масгард и так далее Боевую систему в игре обновят Также появятся дополнительные атаки и руны для улучшения Поэтому если ты тоже ждёшь это чудо То хочу увидеть тебя ниже под роликом А у меня Диабло всё ещё ждёт очереди Ты пойдёшь с нами Скоро ты получишь ответы Ну, часть из них Диабло 4 Это продолжение популярной серии игр в жанре экшен-РПГ Которую ждали чуть ли не каждый, кто играл в последнюю часть Да и серию Диабло в целом И вот во время презентации новинки президент Бизард Интертаймент сообщил, что новая часть всё-таки состоится и выйдет как раз в 2022 году События четвёртой части хронологически происходят после Диабло 3 Где постоянная война ангелов и демонов окончательно изнурила Мир Лилит это, кстати, новый главный герой И точнее было бы сказать, героиня, за которую нам теперь и предстоит играть Согласно лору игры, когда-то давно она вместе с Архангелом решила выйти из Вечной войны Ада и Небес Вместе с исследователями они создали санктуарий и породили расу нефалемов Наполовину ангелов, наполовину демонов, от которых позже и произошли как раз такие люди Вся эта история по большей части раскрывается в Диабло 3, однако И до этого Лилит уже появлялась в серии, а именно в Диабло 2 Увидеть её можно было только в официальных мирах в Бизард В рамках особого события, согласно её сюжету Лилит это королева суккубов, возрождающая погибших демонов и строящая свои аварные планы в санктуарии По геймплею, кстати, разработчики вдохновляются первыми двумя играми серии То есть нас снова ждёт множество подземелий Конечно, они будут сгенерированы случайным образом, как и в предыдущих частях В данжах будет возможность добывать луты, винтарные предметы и мощную экипировку Которая, конечно, поможет ещё и в нелёгких схватках с демоном До Бизкон 2019 ходили слухи ещё, что положение камеры в четвертой части изменят Однако в ходе презентации их опровергли Как и все прошлые части, Диабло 4 всё ещё игра с изометрией Правда, камера будет располагаться чуть выше, чем обычно Одно из главных, кстати, отличий четвертой части Полностью открытый мир с пятью регионами Некоторых игроков раздражали экраны, видите ли, загрузки при переходе между локациями Теперь уже ничего подобного не будет Исследовать санктуарий можно без паузы и в произвольном порядке В остальном уже про сюжет будущей игры, кроме лилиты культа, возвращающего его в санктуарий, почти ничего не известно Интерес вызывает разве что диктора из геймплейного ролика, что рассуждает о мрачном будущем мира перед некой могилой Судя по контексту его слов и внешнему виду, он либо член ордена Харадимов, либо брат Декарда Каина Но это уже просто моя философия Диабло 4 продолжает традиции предшественниц и довольно глубокая система развития героя Множество квестов, уникальные подземелья, различные луты и брутальное снижение, которое сочетается с атмосферой Всё это ждёт нас в четвёртой части Только теперь не придётся идти туда, куда укажет игра Ведь открытый мир обеспечивает множество вариаций прохождения и позволяет нам самостоятельно наконец-то решать, как построить своё приключение Вечная Матерь Спаси нас Дед Спейс Ремейк Что ж, ни для кого не секрет, что самым громким анонсом Electronic Arts однозначно ставлю Мэк Дед Спейс Где разработчики собираются воссоздать ужасающую атмосферу и захватывающую геймплей оригинальной серии Вообще бы гримало, что известно даже в интернете, ибо новостей и слухов нет, а Electronic Arts молчит и не откликается Сами разработчики признали, что пока не готовы показывать видители полноценные геймплей и новинки Поэтому имеют, что имеют А по словам разработчиков, они ещё серьёзно переработали и окружение, чтобы по максимуму использовать мощь новых консолей Например, нужный уровень погружения будет достигаться с помощью визуальных эффектов Ремейк был анонсирован, кстати, 22 июля А информации, к сожалению, почти нет И обещать, кроме анонсированной даты выхода, ничего Простите, не могу Ибо информации пока что слишком мало Атамик Хит Атамик Хит — это приключительские шутеры от первого лица разработчиками, которые, кстати, являются российской студией под названием Manfish Нет, нет, это ещё ничего не значит, и закрывать глаза и уши пока что ещё рано Для этого я отведу отдельный обзор А действие игры разворачивается же в альтернативной версии СССР Где нам предстоит взять на себя роль офицера КГБ, о котором необходимо разобраться, что случилось на предприятии и зачистить завод от бесконтрольных роботов И всё это в момент массового сбоя систем управления роботами Вместо помощи людям они начали убивать бывших хозяев, поскольку в них была построена секретная боевая программа на случай войны Могу сказать точно, что независимо от того, что игра сделана российскими разработчиками Она, в принципе, порадует безумной советской атмосферой в футуристическом сеттинге А также захватывающим сюжетом, который признан развлекать нас на протяжении всего прохождения Россия всё-таки Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Аватар Приключенческий экшен с видом от первого лица в открытом мире во вселенной Аватара Игра расскажет о новом видке противостояния между людьми и аборигенами Пандоры Небесос показала первый трейлер Аватара И на видео уже можно понять планету Пандору и представителей всех рас В игре предстоит сыграть нам за персонажа, который отправится в путешествие по западным рубежам Населенным новыми персонажами и уникальными животными Ну а нашему герою предстоит защитить их от земли А при этом мир игры будет реагировать на ваши действия Элис Аватара запланирован на 2022 год Только на ПК, консолях текущего поколения и облачных сервисах Субтитры создавал DimaTorzok Сюжетный трейлер Elden Ring Показан в том обличии, в котором мы рассказывали историю конца Элдена и конца эпохи богов Не буду ходить вокруг, но около и начну с главного Да, Elden Ring вполне можно было бы назвать Dark Souls 4 Все же большая часть механик, а в подачу к ним еще и многие анимации героев и врагов напрямую и без изменений Перекочевались на самый Dark Souls Но есть у новой игры фундаментальные отличия Из-за которых, видимо, авторы и решили нас не провоцировать Причем после просмотра нескольких геймплей фигур Я понял, что открытый мир настолько меняет восприятие знакомой формы Что о новой игре в совершенно разных контекстах можно говорить бесконечно Как о представительнице жанра соус, так и о RPG с открытым миром И в зависимости от того, с какой именно стороны подойти До данной ринг, она оставляет довольно разные первые впечатления К тому же, если говорить об открытом мире То игра взрывалась большим открытым миром в стиле многих фантазных одиночных игр Поэтому некоторые локации оказались не столько структурно проработанными, как в классических сфорсах Костры тут носят название мест благодати и по-прежнему выполняют функцию чекпоинтов Но помимо них появились также и особые статуи, возле которых тоже можно возрождаться Причем статуи находятся обычно довольно близко к локациям с боссами Поэтому в случае смерти далеко бежать обратно не нужно Не знаю, к чему это я сказал, но пусть лучше будет В общем и целом в центре внимания это ролевые элементы Которые дадут больше контроля над персонажем и прохождением игры Это если сравнивать с другими играми студии Поэтому нас ожидает широкий выбор оружия, магии, истерии, сражения А также больше орлевого разнообразия И клинок Микин и Маленья Увечная Два самых могущественных улыбок сошлись в страшные битвы Но никто не вышел из нее победителя Инстинкшн Это приключительский шутер с видом от первого лица и элементами выживания Который является духовным наследником Tino Crisis Здесь вас ожидает сюжетная кампания с возможностью играть в кооперативе Поэтому вы можете проходить игру как в одиночку Так и объединиться с двумя другими участниками в кооперативном режиме В игре для исследования доступно множество локаций От травянистых равнин и лесов до глубоких озер и сенотов Все эти места довольно коварны и не факт, что вы сумеете выжить Но выбор у вас, честно говоря, не особо есть Ведь главное никогда не расслабляться Ибо вероятность того, что вы наткнетесь на что-то ужасающее во время исследования Тут очень уж высокая Игровой процесс дополнительно разбавлен множеством головоломок И возможностью наткнуться на огромных ящеров Впоследствии от встречи с которыми могут стать фатальными не избежать Из других же функций заявлен большой арсенал оружия Его настройка, кастомизация персонажей и различные варианты прохождения Поэтому любители пройти игру на корточках могут пустить слюни Субтитры сделал DimaTorzok Starfield это разрабатываемая в настоящий момент Xiaomi Bethesda Game Studios ролевая игра с элементами шутера и экшена Которая выполнена в научном фантастическом стиле далекого будущего Во время анонса Starfield, к сожалению, не показала трейлер с геймплеем И нарезкой сцен геймплея Поэтому что-либо говорить о сюжете, геймплее и игровой механике Не вижу в принципе смысла Да и говорить в принципе-то не о чем его Кроме пары роликов ничего более нету Да, и это только самые значимые релизы Их тут так много, что на все про все И целого года не хватит, чтобы поиграть Ну а на этом все, спасибо, что смотрели И я наконец-то все-таки доберусь до прохождения Лары Крофт На Rise of Tomb Raider Всем до встречи, ребята Всем пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»